Здравствуйте, уважаемые друзья! Очередной раз хочу вам предложить связать микромушку для зимы. По вашей просьбе я показываю вам приблизительно, как выглядят крючки. Я буду использовать крючок 20 номера вот этой фирмы. Уже проверенные крючки, поэтому, если у вас есть какие-либо другие, пожалуйста, можно здесь использовать любой нимфовый крючок, который подойдет по толщине проволоки. Допустим, крючок фирмы Гамакатсу, он несколько тоньше, а годится больше для сухих мушек, поэтому желательно подбирать по толщине проволоки. Довольно-таки простая, так как вы просили, мы сейчас ее и изготовим. Я взял вот кусочек такой нитки. Если у вас нет, можете использовать обыкновенную красную пряжу, нитку, шерсть. Вот все, что, как говорится, у вас будет позволять ваши условия. Нам только лишь немножко желательно обозначить наш хвостик. И основное, это я где-то в районе до 2 мм установил латунный шарик. Немножко огрузил в районе торакса нашу мушку. И теперь нам необходимо с вами сделать вот такую небольшую операцию. Вот эту щепоточку, которая у меня была по остаткам, я ее разрезаю пополам, для того, чтобы у меня не было никаких комков прикрепления материала. И вымеряем хвостик. Мы его, естественно, с вами подрежем, но в данный момент так, чтобы он не сильно заходил у нас за загиб крючка. Ниткой я работаю красной. Совсем вот немножко в районе торакса, как мы с вами определились. И я теперь беру, как вред так, оттягиваю все волокна и отрезаю. Вот так. Нанесем немножечко, буквально, капельку клея на место крепления, так как материал это синтетический или лака, как вам будет удобно. Для того, чтобы он у нас достаточно хорошо держался. И аккуратно нашей ниткой до конца подхватываем, подровняем немножко место перехода. И удерживая вот так большими шагами, закрепим по всей длине, почти до самого шарика, наш материал. Остатки отрезаем. Как я вам уже говорил, это достаточно простая в изготовлении мушка. То есть, здесь каких-либо материалов нам не нужно, потому что мы сейчас подравниваем, как я и говорил, за что я не люблю эту нитку. Осторожно, так, чтобы как не вышло у меня, подравниваем наше тело. Оно у нас красненькое. Нитка у нас возле хвостика схватилась. В качестве привлекающего элемента я возьму совсем немножко вот такого плоского люрекса голографического. Закреплю его здесь буквально одним виточком. И теперь нам необходимо с вами, чтобы не нагромождать материал, возвращаемся обратно и формируем уже нашей красной ниткой тело. Так, чтобы не было у нас выступов. И аккуратно подходим там, где мы обрезали буквально пару миллиметров до. Пройдем еще раз, если недостаточно. Мы одной только лишь ниткой формируем с вами тело. Больше ничего, то есть привлекающий элемент будет красная наша нимфа. И немножечко сегментированная люрексом. Вот так. Придали овал. Подходим к точке крепления. И нитку оставляем здесь. Для более качественного крепления материала я буду использовать лак. Совсем-совсем немножко нанесем нашего лака. Так, чтобы он ни в коем случае не дошел до нашего хвостика. Иначе наша пряжа за счет капиллярности сосудов быстренько на хвостике превратится в комочек. Совсем-совсем немножечко вот эту переднюю часть. Подхватили. И теперь аккуратно просегментируем нашим люрексом. Закрепим здесь. И теперь подходим к самому основному моменту, который вы должны решить уже сами. Какой материал вы дальше будете использовать. В летнем варианте я, допустим, использую пюро куропатки или же цесарки или японской перепелки. Но учитывая наш зимний вариант, так как она очень маленькая мушка, я буду использовать вот такой даббинг. Воротник мы будем изготавливать из него. Совсем немножко нанесем клей, чтобы подхватить наш немножко даббинг. Буквально щепоточку, так, чтобы сильно не переборщить. Потому что воротник мы будем начесывать из этого даббинга. Слегка подхватили. И буквально в миллиметре от нашего шарика начинаем формировать нашу грудку. Вот такую пышную, так, чтобы она была несколько пышнее нашего шарика, хотя бы наполовину. Переводим теперь, отвигаем материал. Переводим к нашему шарику. И уже в районе нашей головки, для того, чтобы 10 раз, как я уже говорил, не выполнять одну и ту же работу, я нанесу на нить буквально капельку клея и выполню здесь завершающий узел. Парочки оборотов будет вполне достаточно. Следим за тем, чтобы наша нить не переходила на нашу латунную головку. Ноготками вот так подправим ее. Вот у нас вышло вот такое немножечко, как жабо. Уберем длинные волоски, те, которые сильно торчат. И нам необходимо с вами взять или даббинговую иглу, или, допустим, щеточку, или вот как в моем варианте есть специально для вычесывания даббинга. И я вот так немножечко начинаю распушивать переднюю часть. Так, чтобы у меня вышел, как воротничок. Приблизительно вот так. Хвостик наш остался на месте. Лак его не нарушил. Как вы видите, наша очередная вот такая микромушка готова к работе. Очень хорошо реагирует карась. Очень хорошо реагирует платва, окунь. В летнее время даже были поимки. Немножко экзотической такой рыбы для такой величины мушки, как уклейки и густеры. Красноперка это само-само. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...